Всем привет, ребят! С вами Стивен, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile. Это RPG Fighting номер один, в котором мы сегодня будем открывать наборы классические ниндзя. Ни разу еще эти наборы не открывал. Не знаю, насколько велика вероятность того, что оттуда выпадет не Скорпион... Не Скорпион. Смоу классический, потому что Скорпиона мы можем выбить в наборе в инфракции. Но нам определенно это стоит проверить. Поэтому открываем 20 наборов и смотрим, что нам оттуда выпадет. Погнали! GameGold.ru — сайт, на котором вы сможете приобрести души, новую экипировку, персонажей, аккаунты, а также любой другой товар по самым низким ценам и быстрой доставкой. Также на GameGold можно найти большое количество игровой валюты на любую другую игру, полный список которых вы видите на экране. Но это еще не все. Только перейдя по моей ссылке в описании, вы получите неплохой бонус при покупке товара. На сайте действуют промокоды, которые помогут вам прокачать свой аккаунт в разы быстрее. Стивен Бонус дарит вам 500 душ при покупке любого товара. И Стивен Скидка. При покупке от 1000 рублей 10% скидос прямо от меня. Ссылку на сам сайт, а также промокоды можно найти в описании под этим роликом. Итак, я нахожусь на аккаунте. За предоставленный аккаунт спасибо сайту GameGold.ru, на котором мы как раз таки пооткрываем эти наборы. У меня столько душ нету, особенно на 20 наборов. Это 6500 душ приблизительно, то ли 7. 7000, 7000 душ. 7000 душ надо на 20 наборов. Это очень много. Но здесь у меня на аккаунте есть 70 тысяч, и поэтому мы без особых проблем можем посмотреть на этот великолепный набор, в котором содержится 1 карта персонажа, 2 случайные карты и 3 карты повышения уровня. А с каким шансом выпадает получается Смоук? 6% шанса, Скорпион 10%. Да, но тут персонажи из наборовой инфракции, такое. Карта золотого персонажа без испытаний, 61%. Это может сраный Каталькан какой-нибудь выпасть, либо Кунзинь. Жесть просто. И шансы получить случайную карту. Ерой-ниндзя, 1%. Достаточно большие проценты на деле, на то, что надо. Медальон душ, 1%. Ну, в целом, что я могу сказать. Круто, круто. Давайте открывать первый набор и смотреть, что нам выпадет. Что мы на эти цифры смотрим? Цифры это цифры. Чем мне с шансом 1% выпадет что-нибудь интересное, я уверен? Например, классические рептилии. Первый набор пошел и... Наконец-таки он запустился. Мне казалось, полгода ждать придется. Так, что у нас здесь? Ну, смотрите, первое радует это то, что уголка нету, поэтому... Может быть, это даже будет не Каталькан. Воу, на ухуровни сколько бы выпадало. Хе, Скорпион Ниндзюца. Ну да, это не Каталькан определенно был, поэтому... Уже повезло, Скорпион Ниндзюца выпал. Так, открываем второй набор. Смотрим, что у нас здесь. Вообще, на какой момент мне повезет и мне выпадет именно вот алмазная, либо классическая карта? Именно та карта, которая должна выпадать с этого набора, по факту. Но выпадает, видимо, она очень редко. Ну, будем смотреть, опять же, потому что на второй набор, мне кажется, тоже маловероятно, что повезет. О, дополнение, ничего себе. Классический смок на второй набор, чего? И я тогда их готов у себя на аккаунте пооткрывать. Не, ну если так вести будет каждому, то я уверен, что этот набор открывать определенно стоит. Ну, смотрите, пока что классического смока мы прокачали до первого слияния, при этом открыв только лишь два набора. Да, это не алмазная карта, но это своего рода на данный момент считается эксклюзивным золотом. Поэтому, по сути, классический смок это крутая карта. И то, что она мне выпала, это клево. Следующий набор, это третий набор будет. И здесь нам выпадет, наверное, все-таки классический рептилия. Давно пора, я готов, я в ожидании. Классический скорпион, возможно, это. Потому что уголка нету. Нет, это рептилия ловки. Нет, я, конечно, просил рептилию, но точно нет такого рептилия. Ловки это не то, где мой классический? Ну что, ребят, четвертый набор пошел. И давайте смотреть, что у нас здесь. Уголок я вижу какой-то. А, ну это на карту экипировки, видимо. Да, эликсир души выпал. И тут у нас Кесси Кейдж спецагент. Ну это, кстати, классная карта. Да, она не из испытания, но при этом Кесси Кейдж это бывший эксклюзив, назовем ее так. И это очень клевая карта. Поэтому ее как раз-таки советую к прокачке. Если она вам выпадет, это что-то на уровне смоука классического будет возможно даже. Ну, конечно, если ее прокачать до десятого слияния. Если она у вас какого-нибудь второго, либо третьего, это вообще не вариант. Пятый набор. Открываем пятый набор. Смотрим. О, тут уже два уголка. А вдруг это смоук классический выпал снова? А нет, один уголок. Один, да. Нет, это не смоук классический, определенно. Хе, Саб-Зиро Креомант. Вау. Вау. Полегче игра. Ты что, на пятый набор такие изящные карты выдавать? Так нельзя. Шестой набор нам подарит, конечно же, отличную и интересную новую карту. И что же это будет за новая карта, как вы считаете? Давайте же посмотрим на нее. И это Ермак классический. Шансы выпадения 10%. Так-то это круто. С шансом выпадения 10% по факту мне выпал второй эксклюзив с этого набора. Первым был это, конечно же, смоук классический с шансом 6%. И потом классический Ермак, шансы 10%. И это все на шестой набор. Открываем седьмой. Так, на седьмой набор, я уверен, мне повезет и выпадет что-то толковое. Потому что... Хотя нет. Уголка нету, поэтому что-то я уже не уверен в этом. Но будем смотреть сейчас. Медальон душ, кстати. Шанс 1%, поэтому, ребят, смотрите, мне выпало снова что-то интересное. Так, и что у нас здесь? Скорпион классический. Мое почтение, игра. Спасибо огромное. Шансы 10%. Третий эксклюзивный персонаж, который может выпасть с этого набора. Ну, имеется в виду для набора эксклюзивный, сразу же говорю. И это клево. Седьмой набор. В восьмом наборе может все быть в разы хуже. Но будем надеяться на то, что будет все круто. Будет интересно. И мне выпадет смоук классика. Почему бы и нет? Я столько никогда еще не получал эксклюзивных карт. Боевой дробовик. Это хорошо. И Кунзинь Шаолинь. Без Кунзиня мы, конечно же, никуда. Спасибо большое, что ты есть, Кунзинь. Оба-на! Девятый набор появился. Окей, ждем. Так. И тут он открывается. Изящно так появляется этот набор. И здесь снова карта без уголка. Серьезно, что ли? На девятый набор. Блин, сейчас юбилейный буду открывать. И мы будем смотреть, что мне выпадет. Термак, повелитель душ. Это, конечно, такое. Так, ладно, давайте уже десятый набор. А то, может, я даже и со счета сбился. А может, уже больше, чем 10 наборов открыл. Тут сижу, говорю, что 10 наборов. Открыто всего 10 наборов, не больше. Так, на десятый набор карточка с уголком. Отлично. Давайте смотреть, что у нас тут. Новый уровень. Ага, и... Скорпион классический. Ну, это идеально просто. Вы посмотрите, без воин фракции справляемся и прокачиваем этого персонажа. Нормуль, нормуль. Это был десятый набор. Продолжаем. В честь выпадения двух скорпионов 11 набора я решил открыть в маске скорпиона. По факту сейчас скорпиона выбит скорпион. Наверное. Давайте посмотрим. Так, ну снова карта без уголка. Давай, это такое. Давай что-нибудь достаточно интересное. Ну-ка. Джеки Брикс Кибер. Ну, такое, такое. На самом-то деле, я хотел чего-то большего. 12 набор. 12 набор мы тоже откроем в маске скорпиона. В этой изящной маске. И, наконец-таки, найдем ту карту, которая нам нужна. Давайте смотреть. Так, что у нас? Я надеюсь, что это рептилия. Он еще нам не выпадал. Да, это рептилия. Кайф. Супер. Он у меня прокачан до десятого слияния здесь на аккаунте. Но то, что он мне выпал. И то, что из этого набора выпадает, ну, просто тьма этих классических карт. Которые, по факту, являются эксклюзивами. И выпадают с шансом 10-6%. Это круто. И это на 12 набор. Сколько уже мне 5 карт нормально так выпало? Достаточно интересных. 13 набор. 13 набор с моим великолепным красным нотцем будет сейчас открыт. Но здесь новая карта. Либо это снова классические рептилии. Если 2 раза подряд выпадет классический рептилия, это будет слишком. А, не. Ну, рептилия выпал. 2 раза подряд. Рептилия. Супер. Только ядовитый, конечно. Но это не важно. Так, 14 набор. Новый уровень. Смотрите, карта с уголком. Может быть, нам повезло. Сейчас посмотрим. Медальон обычный. Это туфтень. Убирай. Скорпион классический снова выпадает. Что за фигня происходит? На 14? На 15? Какой я набор вообще открываю? 14 по-моему. Блин, я забываю из-за того, что мне выпадает куча интересных карт. Какой вообще набор сейчас мне вылетает? Ладно. Давайте смотреть дальше. 15 набор должен принести нам успех. Это 100%. Поэтому сейчас мне выпадет Соня Блейд, оперативный сотрудник. Ну, наверное, сейчас уже карты так не будут резко выпадать. При том, что Смолк выпал на второй набор и только один раз. Поэтому, мне кажется, Смолка мы один раз и увидим. 16 набор, ребят. Тут снова есть уголок. И, по-моему, шансы невелики. Медальон душ, кстати. Это классно. И ледяные кинжалы. Это шансы, по-моему, по 1% там у каждой экипировки. И они мне выпали. Это очень круто. И рептилия классически снова. Жесть. Как много классики выпадает с этого набора. Он какой-то слишком ядреный. Здесь очень много всего интересного. 17 набор и уголок. Уже достаточно круто все смотрится. Так, 17 набор. Смотрим. И здесь у нас Кейси Кейдж спецагент. Неплохая карта. Супер. Забираем. Мне понравилось. Так, 18. 18 набор и снова есть уголок. Так, хотя это, скорее всего, на... Да, это на экипировку. Ну, даже не на экипировку, а на карту поддержки. Печь. И здесь Каталькан Бок Крови. Я уже беспокоиться стал, ребят, то, чтобы Катальканов Бок Крови не выпадало. Вообще никаких Катальканов, даже Бога Солнца не выпадало. И это достаточно нестандартная ситуация. Поэтому, фу, хорошо, что он мне выпал. 19 набор. И тут у нас... А тут у нас уголочек. Отлично. Так, смотрим. 19 набор должен привнести мне очень и очень много интересного. Поэтому будем сейчас смотреть. Классический Смоук номер 2. Выпадал на втором и на 19 наборе. Ну, это капец просто, честное слово. Но, все равно, очень много классических карт выпадает. Очень много. И последний, 20 набор. Что же мне выпадет именно с него? Последний, 20. Давай, классического какого-нибудь рептилию. И это будет очень хорошо. Так, новый уровень. И... Скорпион Инжастис. Ну, в любом случае, это неплохое завершение данного покопилинга. Открыли мы 20 наборов. Выпало очень много карт. Классических именно. Это и 2 рептилии. 2 рептилии классических. Это и Скорпион классических, которых выпало карты 3, не меньше. Это 100%. 2 карты Смоука выпало. Это жесть просто. Вот серьезно. Чего-чего? А именно такой роскоши из этого набора я точно не ожидал. Потому что стоит он 350 душ. Это не такие большие души для отраты набора. Но нам очень сильно повезло. Хотя, может быть, на самом деле я ошибаюсь. И каждому выпадает такое количество карточек с этого набора. Но я буду верить, что я на самом деле индивидуален. И мне выпало очень и очень много карт. Не буду вам, конечно же, советовать открывать данный набор. Потому что из него, ну, толком ничего, кроме классики, не выпадает. А половину той классики, которую можно выбить в данном наборе. Почему я хочу сказать все время выпить? Не знаю. Но в любом случае это, наверное, с чем-то связано. Можно выбить в наборах Войн Фракции. Не в наборах даже, а в самом магазине купить. И поэтому смысл данного набора теряется. И эксклюзивность только носит один только лишь классический рептилия. Которого можно в Увенти получить. И, конечно же, Смоук. Но Смоук это такое себе. Мы его тестировали не раз. И там прям чего-то грандиозного я, конечно же, не увидел. Но решать, конечно же, ребят, вам. А на этом все. Вот такой вот ролик получился. Если хотите больше таких видосов, то ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.